Привет всем любителям физики и физического эксперимента. С вами Алексей Колчин и сегодня мы поговорим об одном удобном приеме описания движения достаточно сложных механических систем, части которых могут двигаться относительно друг друга. Идея состоит в том, чтобы выделить движение центра масс такой системы. И вот оказывается, что если на систему не действуют никакие внешние силы, то центр масс её движется прямолинейно и равномерно, хотя при этом части могут двигаться относительно центра масс. И более того, если система движется в однородном поле тяжести или приближённо однородном, то центр масс этой системы будет двигаться точно так же, как материальная точка. А части системы при этом могут совершать разнообразные движения около центра масс. Хороший пример такой системы – это Земля и Луна. Их общий центр масс находится внутри Земли, вблизи её поверхности. Этот центр масс движется по орбите вокруг Солнца, а Земля и Луна вращаются вокруг него. И сейчас нам нужно что-нибудь запустить, и мы пойдём на улицу и бросим вот этот гаечный ключ. Сделаем классический опыт. Кстати, центр масс совпадает с центром тяжести, и чтобы найти его, уравновесим ключ на пальце. Я бросаю ключ с подкруткой, и центр масс движется по параболе, как летел бы брошенный камень, а ключ вращается вокруг этого центра. Повторим опыт с Т-образной конструкции из двух реек, а её центр тяжести найдём, сводя под ней два пальца. Центр тяжести нашей швабры опять движется по параболе. Швабра вращается вокруг него, а вместе с нею летит и вращается её тень. А теперь сделаем ещё один опыт. Вот у меня брусок, в его центр тяжести ввинчен крючок, и сейчас я ударю по концу бруска. Как же при этом движется его центр тяжести? И вот мы видим, что центр тяжести движется по прямой в направлении удара. А теперь мы обсудим, как связаны между собой понятие центромасс в динамике и центра тяжести в статике. И для этого рассмотрим такую простую ситуацию. Пусть у нас имеются две тележки разной массы М1 и М2, на тележках сидят возницы и держат в руках верёвку. Затем они начинают эту верёвку каждый вытягивать на себя. Ну и спрашивается, а где же у нас встретятся тележки? Какое расстояние пройдёт каждый из тележек? Ну и чтобы упростить рассуждение, мы будем считать, что верёвка гораздо больше, длиннее, чем размеры самих тележек. В этом смысле мы можем их считать точками. Ну понятно, что по третьему закону Ньютона силы, с которыми каждая верёвка действует на каждого из возниц, соответственно тележки, будет одна и та же. А стало быть, ускорение тележек будет обратно пропорционально их массам. Ну и отсюда мы получаем пропорцию. У нас ускорение обратно пропорциональным массам. Значит скорости в каждый момент времени тоже обратно пропорциональным массам. И пройденные расстояния также в любой момент времени обратно пропорциональным массам. Ну и теперь, если мы посмотрим на крайние члены этой пропорции, перемножим их крест-накрест, то мы получим какое-то очень знакомое соотношение. И S1 умножить на M1 равно S2 умножить на M2. Ну и если мы будем считать, что S1 и S2 это плечи некоего рычага, то мы видим условие равновесия грузов. Вес умножить на плечо, один и тот же для каждого из грузов. Ну а это означает, что во все время движения у нас центр масс остается на месте, ну и центр тяжести тоже остается на месте. А теперь мы покажем, как понятие центра масс позволяет упрощать решение некоторых задач. Для этого нужно перейти в систему центра масс, то есть такую систему отсчета, в которой центр масс взаимодействующих тел остается неподвижным. Для этого мы рассмотрим очень простую систему. Здесь висят два одинаковых шарика, масса их равны, они подвешены на нитях. И теперь я отвожу один из шариков, отпускаю, шары соударяются, и надо описать, как изменяются скорости шаров при этих столкновениях. Первым эту задачу решил голландский ученый и инженер Христиан Гюйгенс. Для этого он рассмотрел столкновение шаров в двух системах отсчета. В лабораторной системе, связанной с Землей, и движущейся системе центра масс. В лабораторной системе отсчета первый шар движется со скоростью v, а второй шар неподвижен. Что при этом происходит с центром масс? Центр масс все время находится посредине между шарами, но это значит, что он движется со скоростью v пополам в этом же направлении. Теперь перейдем в систему отсчета центра масс. Тогда этот шар движется нам навстречу со скоростью v пополам, а этот шар по-прежнему движется в этом направлении, но с меньшей скоростью и тоже v пополам. Ну и получается, что в системе центра масс шары движутся навстречу друг другу. Ну и между прочим, сам центр масс в этой системе неподвижен, как и должно быть. Теперь, если шары сталкиваются абсолютно упруго, то ясно, что они разлетятся с равными скоростями v пополам. А теперь осталось вернуться в лабораторную систему отсчета. Ну, а в ней у нас центр масс движется со скоростью v пополам, и эта скорость добавится к скорости этого шара, и в лабораторной системе отсчета он будет двигаться со скоростью v. А этот шар будет просто неподвижен. Когда к этой скорости добавится противоположная и равная ей. Вот и получается, что в лабораторной системе отсчета шары у нас как бы обменялись скоростями. Сначала двигался этот шар, а этот был неподвижен. А теперь второй шар движется с точно такой же скоростью при упругом ударе. Давайте посмотрим на столкновение шаров еще раз. После первого удара шар практически останавливается. А дальше движение постепенно затухает, потому что в нашей ситуации, конечно, нельзя считать удар абсолютно упругим. А теперь наш традиционный заключительный вопрос. Немецкий астроном Фридрих Вильгельм Бессель обрабатывал результаты многолетних наблюдений за ярчайшей звездой северного полушария Сириусом. И он обнаружил, что Сириус движется среди других звезд не по прямой, а по некоторой волнистой линии. Какие же выводы он из этого сделал и на каком основании? Ваши соображения на этот счет пишите в комментариях к нашему ролику на ютубе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!